добрый день дорогие друзья снова приветствую вас на канале союза педиатров россии в рубрике посвященную питанию детей и сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы добрый день нашему малышу уже шесть с половиной месяцев мы искусственники можно ли водить морковь и картофель поскольку граммов примерно и каждый или день давать ну как вы уже знаете прикорма начинаем водить не раньше четырех месяцев и но не позже 6 стараемся начать его вводить и морковь и картофель конечно не является первыми овощами которыми которые мы предлагаем ребенку почему потому что картофель содержит много крахмала а крахмал это в общем-то такой непростой для переваривания углевод на первом году жизни поэтому сильно крахмалистые продукты мы в большом объеме не предлагаем поэтому конечно не в шесть с половиной месяцев но там 70 в семь с половиной когда уже есть какой-то набор овощей и вы может быть готовите сами овощное пюре то в небольшом количестве картофель конечно можно добавлять ребенку и он будет его переносить чисто картофельное пюре дети до года в общем-то переносится с трудом поэтому не надо спешить его вводить морковь морковь как раз содержит прекрасные углеводы пектин очень хороша для кишечника прекрасно известно но тоже не является первым овощем не входит в ряд первых овощей из которых мы начинаем введение прикорма из-за своей окраски дело в том что дети могут реагировать это даже не совсем аллергии так называем псевдоаллергические реакции на пищу когда ребенок просто реагирует на ярко окрашенный фрукт или овощ вот ну и поскольку детей первых месяцев жизни проницаемость кишечника высокая вот это вот непереносимость такая вот не связана с аллергией она у них встречается достаточно часто поэтому и морковь из-за этого тоже относят конечно чуть попозже может быть опять же в семь с половиной семь восемь месяцев если вы готовите ребенку овощное пюре вы можете добавлять немного опять же моркови тут тоже эффект абсолютно дозозависимой лучше переносится молоденькая морковка такого еще не яркого цвета ее можно начать добавлять ребенку овощное пюре раньше но насчет граммов я конечно вообще не люблю говорить насчет граммов потому что для каждого ребенка в общем-то у каждого ребенка свои особенности как я уже сказала в небольшом количестве возрастающего наблюдать за реакции ребенка если он хорошо переносит здесь такой совершенно очевидный дозозависимая эффект вы сможете вы сами установили своего собственного ребенка то же самое касается каждый день давать если ребенок переносит то почему бы не давать не добавлять эти овощи в овощное пюре каждый день но в общем то я советую не давать ребенку одно и то же каждый день потому что ему надоедает поэтому если вы ввели уже какое-то количество овощей в рацион то лучше из них раскомпоновать такие отдельные блюда там положим там кабачок с картошкой сегодня там капуста с морковкой завтра и так далее зелень добавлять для того чтобы это были разные вкусы интересные для ребенка и формировался такой более широкий диапазон таких вкусовых пристрастий это очень важно в дальнейшем для того чтобы он лучше принимал различные вкусы различную пищу для формирования его правильного разнообразного рациона вот и все в ответ на этот вопрос задавайте еще вопросы благодаря вас за внимание всего хорошего